Именно в вопросах с чеченцами он вообще не приемлет никакой там, то есть он не дает нам права на то, чтобы быть народом, понимаете, на какую-то государственность, он в принципе не считает, что мы имеем на это право, это вот из такой категории человек оказался. Томсо, ты выступаешь за Ичкерию и тем самым не признаешь деятельность одного из лидеров героя этой Ичкерии Закаева, как тебя понять, ты наоборот должен был бок на бок стоять за ним и поддерживать его? Томсо, видел твое интервью к каналу Навальный Лайв, где ты высказался о свободе Чечни, мне стало интересно, что думают об этом в комментариях, в основном было что-то из этого разряда, ой, ЛДНР нельзя. Ну, я, честно говоря, не читал комментарии, не знаю, кто как там высказывается. Я свою точку зрения и это точка зрения абсолютного большинства чеченцев в вопросах свободы и независимости, я ее высказал. Что там об этом думают где-то кто-то, честно говоря, нас это не сильно волнует, кто бы, что бы об этом не думал. Мы будем к этому стремиться, это наша цель и мы к ней идем. Томсо, не хочешь пригласить команду Навального на телеграм-чат для диалога? А то они высказывают свою видимость, но не идут на диалог, хотелось бы задать вопрос, интересующий нас. Нет, я не хочу кого-то приглашать в такой формат, причем команда Навального это как бы большая такая команда, там есть люди откровенно с какими-то фашистскими взглядами типа Милова, например. Есть вполне нормально адекватные там ребята типа Руслана Шавидинова, например. Поэтому надо конкретно, если интересует конкретно какой-то человек, ну его еще можно было бы куда-то как-то приглашать. Команда Навального это претенденты на власть России, потому есть к ним вопросы, мы бы хотели точно такой же диалог увидеть, но хотя бы где ты задаешь им вопросы и они ответят. Я же еще раз говорю код-кодов, они, вот я это я, я один человек, мне можно задать вопросы, а в ответ нельзя посадить 20 человек и как на суде у них там что-то требуется, так не бывает. Можно с конкретным человеком провести интервью, а так кого-то пригласить на ковер, где ему будут какие-то вопросы задавать, но не переоценивайте самих себя, конечно мы так не можем. Но проведись одним из них, я не говорю о всех, почему всегда к чеченцам есть вопросы, но к ним нет. Прошу прощения, я просто хотел бы увидеть их идею или какие у них цели. Ну, я не могу сказать, что я этого не сделаю, честно говоря, не было у меня пока. У меня не было ни разу такого, чтобы я лежал и такой подумал, надо было поговорить с кем-то из команды Навального и там задавать ему вопросы. Ну, если такая идея будет, то я, может быть, такое что-то подобное сделаю. У меня была тема, когда Милов высказался по поводу Джохара Дудаева, нашей независимости. Очень много чуши всякой наговорил, показал свою абсолютную неграмотность, неосведомленность именно в нашей истории. Я тогда хотел с ним провести диалог. У меня тогда было о нем такое нормальное мнение. Мне казалось, что он из тех других материалов, которые я видел до этого, как он про взрывы домов, допустим, рассуждал. Мне казалось, что он такой здравый человек, готовый к диалогу, к признанию каких-то своих ошибок. Но я ошибся, это оказался такой же шовинист российский, который именно в вопросах с чеченцами, он вообще не приемлет никакой там... То есть он не дает нам права на то, чтобы быть народом, понимаете? На какую-то государственность он в принципе не считает, что мы имеем на это право. Это вот из такой категории человек оказался. Поэтому, когда есть предмет для разговора, когда это интересно, я это делаю. Когда неинтересно, просто не задумывался. Но может быть что-то подобное будет. Я не говорю, что этого не будет. Томасо, ты выступаешь за Ичкерию и тем самым не признаешь деятельность одного из лидеров героя этой Ичкерии Закаева. Как тебя понять? Ты наоборот должен был бок на бок стоять за ним и поддерживать его. Смотрите, мы чеченцы, мы являемся таким полноценным обществом и в политическом плане тоже. Поэтому у нас, мы перешли из родоплеменного какого-то строя. Мы уже сформировались как единая нация. Поэтому у нас внутри тоже есть свои политические дискуссии. И мы можем быть, допустим, какие-то люди могут идти к одной цели, как государственность, независимость, свобода для нашего государства. Но при этом внутри у себя вот эти люди, идущие к одной цели, могут иметь какие-то политические разногласия. И это нормально. Поэтому, когда идет речь про нашего общего врага Россию, безусловно, он является нашим врагом. И отдается приоритет этому врагу перед любой внутриполитической какой-то темой. Но это не лишает нас внутриполитической дискуссии. Понимаете? Поэтому Закаев, Идигов, любой другой человек, кто сегодня претендует на то, чтобы быть властью для чеченцев, к нему, соответственно, есть определенные претензии, есть вопросы, есть дискуссии. И мы вот уже ушли от этой... Во-первых, смотрите, во-первых, с нами не сработает вот эта российская тема, если не Путин, то кто? То есть нам не... ну, мне точно нельзя всего сказать. Вот если не он, то кто? Ни один, ни одного чеченца нельзя вытащить. И сказать, если не он, то кто? Понимаете? Нельзя. Потому что я просто высмею такого чувака. Соответственно, от какой-то там родоплеменной темы, вот он из нашего племени, поэтому давай, это тоже с нами не работает. Мы переросли. Мы уже являемся таким полноценным народом, полноценной нацией. И по численности, и по тем событиям историческим, которые у нас произошли. Поэтому, ну, будьте любезны, никто никого навязать не может. Я тоже могу сегодня себя объявить королем чеченцев, императором чеченцев, президентом чеченским, кем угодно. Но это не обяжет никого поддержать эти мои претензии и укрепить мой трон. Понимаете? Пока мы не сможем вернуться к себе на родину деоккупированную, провести там справедливые выборы. И вот когда мы это проведем, когда эта власть будет избрана, вот тогда, будьте любезны, все будут вынуждены ей подчиняться. А так просто вот эти самопровозглашения, кого бы то ни было, люди, которые не избраны народом, им подчиняться, их признавать никто не обязан. Поймите это. И здесь нет ничего личного. То есть в этих вопросах нет ничего личного. Никаких личных там претензий, ничего подобного нет. Все чисто в рамках политической повестки. Как только человек себя снимает политически, любые темы, говорит, все, я вот просто я человек обычный. Все претензии к нему как бы ушли. После этого мы очень будем рады, если у него будет все в жизни хорошо, он будет расти детей, внуков. Никаких проблем. Томсадак, почему вы все ополчились на Закаева, особенно в последнее время, ведь он последовательно ведет политику отстаивания независимости Ичкерии, он символ свободной и чечения в глазах других народов. Ну, это может быть для кого-то он таковым и является, не против. Я лишь хочу сказать, когда человек делает что-то полезное, кто бы это ни делал, это хорошо. И ни в коем случае по этому поводу никаких недовольств нет. Но чем не угодил, очень много претензий, они и озвучивались, и если надо будет в каком-то внутричеченском диалоге они будут озвучиваться. Я думаю, что этот эфир не место для того, чтобы мы сейчас обсуждали какую-то внутричеченскую политику. Тем более, раз я так понимаю, ты сам радеешься за то, чтобы мы все стали одним целым. Но тогда давай хотя бы не будем здесь об этом говорить. Претензий очень много. И почему, я не знаю, под всеми, кто тут имеется в виду, у меня есть свои взгляды, свои видения. Э, иди сюда. Опа, вот тебя спрашивали. Поздоровайся. В общем, у меня есть свои взгляды, свои претензии. Именно как политику и человеку, который хотел бы быть моей властью, у меня всегда к такому человеку будет больше вопросов, чем любому другому. Будут требования, будут претензии. Нравится это кому-то или нет, это мое право. И я буду его реализовывать. Субтитры создавал DimaTorzok